Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас внеплановый обзор. Попросили взять на тесты Фидера от компании Спортекс. Две серии. Вот с утра ездил на Москварику. Хотел снять ролик, как работает бланк в забросе, все понагружать разными весами, силовыми бросками, маятниковыми и так далее. Но погода внесла, как говорит, свои коррективы. Снег, дождь, просто ураганный ветер. Залило в итоге камеру, потом мы ее сушили уже часа три, наверное, под феном. В итоге высушили наконец-то, но не знаю, там получится, не получится. Что-то там перекинул на компьютер, что-то получится, может быть, отснять, если, ну, я имею в виду, смонтировать. Если не получится, значит, ну, будет время, съезжу еще раз и уже покидаем их. Ну, давайте поэтому, чтобы что-то было, да, и что-то рассказать, потому что такой ролик из магазина очень многие любят. И для фактически 80-90% людей по отзывам, да, они хотят именно ролик из магазина, а не покидушки на воде. Но, тем не менее, все равно буду делать и то, и то. Ну, сами понимаете, на воде всего не измеришь, там, да, какие-нибудь посадочные диаметры, кольца, диаметра бланка, со штангелем не будешь сидеть. Вот, поэтому, скажем так, вот эти вот более точечные, более детальный разбор каждой модели мы будем делать из магазина, как, в общем-то, и делали. Поэтому вот под вечер намокший, ну, наконец-то высохший, я сюда приехал, и вот практически в ночь мы снимаем этот обзор. Значит, у меня на обзоре фидерная линейка от производителя Sportex, немецкого производителя, Exclusive Feeder NT. Бланки изготовлены из японского карбона, высокомодульного Торей. Ну, я думаю, для многих известно это имя этого концерна, и уголь, да, и материал изготовления этот гарантия, гарантирует качество, гарантирует сенсорику, гарантирует правильную работу бланка в том числе, потому что какой бы гениальный технолог, конструктор не был, если материала нет, достойного из чего сделать, сваять фидер, да, бланк, то все равно он не получится тем, что нужно. Поэтому, скажем так, здесь материал отличный, идеальный, высокомодульный. Дальше, по фурнитуре. У этой серии катушка-держатели Fuji, при том это как раз те Fuji, которые, те, которые нужны в Fuji. Да, как я, кто смотрел мой ролик предыдущий, предыдущий, я там раз говорю, что Fuji сейчас на рынке настолько много, что есть и китайские, и корейские, и японские Fuji. Здесь Fuji настоящие. Точность так же, как и колечки Seagite, тоже настоящие. Обратите внимание, опять же, еще раз чуть-чуть отошлюсь к старым своим роликам. Помните мои фидера Impulse, и мою любовь к тому, что я снял с производства фидера Photon, простой, без Pro, за счет того, что Foregrip, верхняя часть катушка-держателя, ломалась часто у многих, когда люди его закручивали, да, и отсоединялась, вот здесь гаечка откалывалась. Здесь, в этом отношении, все просто идеально. То есть, это моя любимая нижняя гайка, хотя серия является практически топовой у Sportex, да, но вот, как вы помните, на свой импульс я точно ставлю такие же катушки-держатели, только, конечно, не Fuji. Вот, но, тем не менее, пока на качество это не влияет. В общем, катушка-держатель Fuji с надежнейшей нижней гайкой, которой спокойно можно затягивать как угодно, со всей дури, что называется, катушки любого размера. Сюда я ставил шеститысячник. Четыре, пять, шесть, я думаю, какие-то восьмитысячники сюда влезут совершенно спокойно. Вопрос, надо ли это. Ну, может быть, кому-то надо, потому что серия все-таки считается такая, ну, не карповая, но, скажем так, для дальнего заброса позиционируется и для ловли крупной рыбы. Скажем, тогда, когда я их сегодня покидал, я был очень удивлен, потому что бланки, по ощущениям, когда начинаешь вгружать его даже, ну, в рамках теста, да, по верхней границе теста, не превышая, и при том не спиннинговым броском, а с постепенным ускорением, у меня ощущение было, что я их всех переломаю просто. Но, тем не менее, бланки действительно включаются полностью всей своей длиной и бросают просто изумительно, да. Перегружать их, конечно, не нужно, но это об этом потом, когда мы разложим. В общем, дальше по пробке. Здесь стоит пробка, это дуплон. То есть, это хорошая, качественная пробочка, при том, качество ее очень хорошее. Я просто знаю разные градации этой пробки. Пробки, что предлагают заводы, как правило, поставить на ту или иную модель. Здесь пробка отличного качества, небольшое утоньшение, такая юбочка, талия, сделана ближе к торцу комля, ну, и, соответственно, закрыт торец комля. Ну, я так понимаю, алюминиевая такая гаечка, которой, в общем-то, можно упираться, ставить куда угодно, она защищает торец. По кольцам сказал, по качеству изготовления никаких вопросов не вызывает. Даже вот эти вот вещи, где я объясняю, как выбрать фидер, чтобы случайно не подпилить. Посмотрите, пожалуйста, видео на канале, где я говорю, что одно из, на что стоит обратить внимание, это срезать вот здесь фасочку, потому что, когда насаживается мама, да, на это колено, получается вот здесь вот лак, который остается, он часто подпиливает с внутренней стороны, человек это не видит, потом здесь происходит слом. Значит, что еще? Крайне важный момент. Такого, в общем-то, нет ни у кого. Вот такая фраза, которую я часто говорю в своих видео, что мы даем бесплатные запасные части всем нашим покупателям и подписчикам на социальные сети, то есть каждый человек, кто купил у нас удилище, может получить в год до двух запчастей бесплатно, совершенно в период действия акции. Первый момент. Второй момент. Это бессрочная гарантия на заводской брак, на все удилища, купленные у нас. И третий момент. Это ремонт. Если бы в ремонт принесли свое удилище, купленное не у нас, когда угодно, мы с вас возьмем по минимуму за ремонт и плюс еще дадим гарантию на место ремонта, точность также пожизненную. Так вот, такого еще нет и не было ни у кого. И вот здесь я должен относительно Спортекса и в этом же контексте сказать вам вот что, что гарантия на эти удилища от производителя 10 лет. С каждым удилищем идет вот такой паспорт с номером, который нужно занести на сайт в течение 30 дней после покупки. И тогда ваши гарантии активизируются. Скажем, я разговаривал с представителями компании, дилера, кто заводит сюда Спортекс. В общем-то, людей я знаю и действительно покупателям они совершенно спокойно выполняют свои обязательства. Если гарантия какая-то возникает, они действительно меняют в течение 10 лет бланк, деньги, что угодно и так далее. В общем, при покупке точно так же в нашем магазине вот эти бесплатные запасные части есть такая вот прям суперуслуга. То есть, если вы сломали по своей вине что-то, то мы даем запчасти бесплатно по акции нашего магазина. Если вдруг обнаруживается брак заводской в Федерах Спортекс, то вы, соответственно, по гарантии обращаетесь к дилеру в России. Эти контакты мы вам дадим, у менеджера они есть. И вы обращаетесь, мы официальные представители дилера Спортекс в России. Вы покупаете в Multifish, это официальный магазин товаров Спортекс. Поэтому, скажем так, у вас все официально, беспроблемно, и никаких нюансов здесь не будет никогда. Значит, давайте дальше уже измеряем. У меня в руках 390, 90-160 тест. Значит, транспортная длина 140. Расстояние от нижнего кольца до центра держателя 56. Длина рукояти 49. Диаметр кольца нижнего 20. Диаметр бланка 14. И диаметр рукояти самой 23. Вершинки. В комплекте три вершинки. Все карбон различной жесткости. Два, три, четыре конкретно идет к этой модели. И по вершинкам здесь же, ну, вообще нет чему придраться. Если вы видели мои фильмы, ролики там, все, не все, ну, там, какой-то процент, вы видели, что я достаточно честно говорю о косяках и до тех минусах, которые я вижу в тех или иных удилищах. И особенно в вершинках. Вот здесь вершинки просто феноменальные. То есть, помимо того, что здесь огромные просто кольца пропускные, они хорошей серии установлены. Я не знаю, могу я называть эту серию или нет от производителя. Ну, на всякий случай я не буду называть. Но, скажем так, это кольца качественные. Ничего оттуда никогда не вылетает. Никакие вставки. Плюс еще противозахлестный тюльпан сверху. То есть, изумительные кольца. Крупные. Любой шок-лидер туда пролетает. Хоть 0,4. Узел с плетней. Жесткости соответствуют. Примерно. Чуть-чуть они завышены. Я вот специально, чтобы не быть голословным, взял двушку и трешку, грузики 2 унца и подвесил. Вот она где-то вот так вот была. То есть, в идеале бы чуть-чуть ее больше согнуть. То есть, тест вершинок вот этих чуть-чуть завышен. Чуть-чуть. Но не критично совершенно. Поэтому можете на это внимание никакого не обращать. Значит, следующая модель. Они идут, кстати говоря, по маркировке еще. Давайте на всякий случай я скажу маркировку. Значит, предыдущая модель МФ 39-16 была. Вот сейчас МЛ 39-15. То есть, 390 см, 60-120 грамм. Транспортная длина. Точность также, но чуть-чуть поменьше. 136. Расстояние от кольца до центра держателя 57. Рукоятки. Рукояти 49. Ну, соответственно, колечко. Здесь у нас точность такая же 20-я. Это я вам, я и так вижу, просто мерю на всякий случай. Мало ли. Значит, 14. Диаметр бланка. И диаметр ручки 23. Вершинок здесь 3. Точность также. Да, кстати, посадка вершинок 3.0. И у того и у другого. 2, 3, 4. Точность также. Такие же противозахлестные кольца. Такие же крупные остальные. Следующая моделька. ЛФ 3614. 360 см. 4080 тест. 12 футовик. Значит, от нижнего кольца до центра держателя 46. Рукоять 48. Замеряем диаметр бланка 13. И рукоять 23. Колечко тоже 20-е. Значит, вершинки здесь уже подлиннее. Они у нас идут 63-64 см. Тоже крупные кольца. Рассветка такая же. Зелено-красно-желтый. Ну, нормальная рассветка. Ну, пропускные просто изумительно. Я не знаю. Люди просто влюбляются вот в такие пропускные кольца. Крупнейшие. Ничего ни почем вообще. 2, 3 единичка. 2, 3 и 1 ун. Так, следующий у нас. ML3615. 360 см. 12 футовик. 60-120. Значит, расстояние от кольца до центра держателя 48. Ручка тоже 48. Три вершинки в комплекте. Точности такие же. С такой же посадкой 3.0, как у всех предыдущих. 4 унции, 2 и 3 унции. Ну, рассветка, вы видите, то же самое. По жесткости то же самое. Также противозахлестные тюльпаны. И крупнейшие кольца. Огромного диаметра. Значит, диаметр бланка 13, рукояти 23. Следующая моделька. МФ 3616. 360. 90. 160. Значит, расстояние от кольца до центра держателя 53. Рукоять 48.5. Длина вершинок сразу же. 54. Посадка тоже 3.0. Диаметр колечка 2.0. 20 мм. 13 диаметра бланка. 23 диаметра рукояти. Значит, по вершинкам. Также 3 в комплекте. Также 3.0 посадочный диаметр. 2, 3, 4 унции. Ну, отличнейшие вершинки. Отличнейшие. Да, они не сверхделикатные. Но здесь сверхделикатности невозможно добиться, потому что серия рассчитана на дальние забросы. Но об этом позже. Следующая. ЛФ 33-14, 330-й, 40-80. Это двухчастник. Соответственно, транспортная длина у него достаточно большая. Но вот у предыдущего, кстати, не померил транспортную длину. 125. А у этого двухчастника 170 транспортная длина. Как разработчик удилищ могу сказать, что в длине 330 очень тяжело сделать правильный строй в трехчастном исполнении. Поэтому многие берут двухчастники. Ну, именно вариант двухчастника. Значит, расстояние от колечки. От кольца до центра держателя 46. Рукоять 48,5. Колечки здесь уже поменьше. В очень аккуратной, красивой раме. Тонкой полтора колечки. Вершинки. Один, два, три унции. Ну, соответственно, точность также. Противозахлёстный тюльпан. Крупнейшие кольца. Посадка тоже 3 миллиметра ровно. Ну, и давайте длину вершинок. Кто-нибудь спросит, может, кому-то надо. 62. Значит, и следующий у нас. Последний на обзоре. МФ 42-16. 420-й. 90-160. Эта палочка для меня произвела просто сверх впечатление. У меня он легко, груз улетел. Там 140-130 метров. Я уже просто замучился считать. Потому что ветер, снег. В общем, сниму ещё раз. Но это действительно потрясающая дальнобойная палочка. Значит, давайте. Диаметр бланка. 15. Диаметр рукояти. 23. Диаметр колечка. 20-ка здесь стоит. Расстояние от кольца до центра держателя 50. Ну, 49, если быть точным. И 53. Длина рукояти. Вершинки. Вершинки здесь в точности такие же. 3.0 посадка. 4.3.2 по унциям. Ну, и на всякий случай давайте их длину измерим. Длина у них 54. Так, вроде бы всё сказал. Пишите, если вдруг что-то кому-то надо где-то измерить. Ну, в будущих роликах, да? А сейчас мы раскладываем. Смотрим строй под нагрузкой. Итак, друзья мои. Поехали. Разложили мы. МФ 3616. 360 см. 90-160. Ну, всё. Смотрите. Показываю, как обычно, всё. На камеру. Здесь у нас гарантийный талончик прикреплён. То есть он либо примотан здесь, к рукояти, либо висит бирочкой на кольцах. Катушка-держатель. Крупные кольца. Двадцатки абсолютно достаточно. Константин Михайлович нам поможет сегодня. Так же, как обычно. Вот такой строй, смотрите. Очень интересный строй. Он и быстрый относительно. Хотя, на самом деле, это прогрессивный строй. Ну, кажется, что он быстрый. Он прогрессивный. С ростом нагрузки бланк начинает вырабатываться по всей своей длине. Распределяя нагрузку всё ближе и ближе к омлю. То есть бланк очень посылистый. Помимо бросковых своих качеств. Он и прекрасно ещё вяжет. Скажу честно. Я рыбу вот на него не ловил. Но то, что он будет вязать, я вам просто 100% гарантирую. Миллион из миллиона. Ну, сами понимаете, опыт всё-таки у меня есть. Я прекрасно знаю, что он будет вязать. То есть для теста 160 эта палочка просто изумительна. Давайте нагрузим её. И вот посмотрите сами, какой он устроен. Посмотрите, как грузится бланк. Он весь работает. Весь до нижнего кольца. Вплоть до комля практически. Вот от нижнего кольца и даже до комля идёт нагрузка. Вот Константин Михайлович сильно берёт. Да, давайте попробуем. Может сломаем, не сломаем. Не знаю. Вот прям я вот сейчас упираюсь ногой аж даже. Вот такую параболу делаю. Смотрите, какая мощь. Но в то же время в руках он лежит очень легко, правильный абсолютно. У меня рост 177-178. И мне рукоятка, вот эта длины рукояти абсолютно достаточно для дальнего хорошего броска. То есть он очень удобен в руках. Вот это вот просто моя палочка. Ну, вспомните видео. Не все я хвалю далеко, да? Есть у меня негативные отзывы. И очень много. Да, сразу скажу. В вершинке мы ко всем моделям поставили средний из комплекта. Значит, следующий LF 3314. 330-я длина. 4080 тест. Это как раз вот этот у нас такой двухчастничек. В стиле английского полупараболика. Это вот тот, кто любит вязать карпа на карповых платниках. Приятная тоже палка. Я ее загружал. Выше теста ставил 100 грамм. Но он не бросает. То есть уже далеко он не бросит абсолютно. То есть его работа, хоть и написано здесь 40 тест, да? 40 грамм тест. Но он начинает уже от 28 включаться. Ну, 40 общий тест, можно тогда так сказать. Тогда все верно. 28 грамм кормушка. И, соответственно, плюс корм. И дальше уже идет где-то вот 56-70 грамм. 70 грамм кормушка плюс корм. Это вот и его уже. Ну, давайте нагружаем. Смотрите, точность такая же работа бланка. Отличнейшая. Всем бланкам правильно абсолютно загружается с ростом нагрузки. И вяжет, и бросает. Так, следующий. Вот этот самый мощный друг, который мне очень сильно порадовал. Я его сгрузил 250 граммами сегодня. И он у меня металл за 100 метров. Ну, не 250 я его бросал, да? Я бросал 120. У меня он 130, по-моему. Ну, я не хочу соврать сейчас. Но за 100 метров улетали мои груза. Значит, 420 сантиметров. 90-160 тест. МФ-42-16. Вот, длинная ручка, специально для рычага. Крупные кольца. Катушка-держатель Fuji. Все сюда встает. Все катушки. В отличие от, как вы помните, на многие фидера, далеко не все катушки встают. Если помните мои ролики предыдущие. Вот, я вам рассказываю, какие куда встают. Здесь все. Любая катушка в лапу влезает. Вот такой строй. Давайте нагружаем. Значит, его работа в рамках теста очень здорово пуляет. Его можно даже с отходом брать. То есть, 150 грамм. Заряжать. И он у вас, если сил у вас хватит, таким плавным, постепенно с ускорением, с шагом, карповым броском. Ну, просто шикарно. Он улетает. Все, и груза. И при том, что удивительно, точно. То есть, вот этот строй, он правильный, абсолютно бланк. Он позволяет именно бросать точно. Вот такая загрузка. Точность так же, как все остальные. Очень похожий весь строй. И он правильный. Значит, следующий. МФ 3916, 390 см, 90-160. В принципе, просто младший брат. В плане длины. Но, вот я его беру в руки. Да и любой человек, кто его возьмет. Вот, фидера, кстати говоря, будут стоять в магазине. Приезжайте, смотрите, трясите. Любой может приехать и просто посмотреть. Вот возьмите в руки, да, и чтобы вам менеджеры мои дали. И пускай они не говорят, что у вас в руках. Вот вы скажете, что это 390 до 90. Ну, может быть, 390-120. Но он как раз 390-160. То есть палка очень здорово лежит в руках. В ней и мощь чувствуется, да, и в то же время действительно легкость тоже. Давайте загружаем. Кормушка 100, 120, 90, плюс корм улетает за горизонт. Ох, хорошо, я его сейчас гружу. Вот прям аж рука трясется правая. Константину Михайловичу там легко тянуть за вершинку. А у меня вся нагрузка. Так, следующий. ML3915-390-60-120. Речник, можно сказать. Мне он понравился очень как речник. То есть он будет здорово держать течение в рамках своего теста. Соответственно, по дистанции. То есть этот дальнобойный речник 65 метров, 70 метров. Совершенно легко, непринужденно и свободно улетает. То есть спокойно можно им бросить за 100 метров. То есть за 100 метров он бросает. Будет время, сниму то, что сегодня не получилось. Давайте нагружаем. Ну, вот то же самое. Видите, как бланк работает весь. И главное, правильно. Вот видите, вот рост нагрузки идет. Константин Михайлович тянет. И он включается. И видно, что ни один сантиметр бланка нет такого, что он не участвует в забросе. Не распределяет нагрузку. Работает весь бланк. Вспомните с квадроны, например. Понятно, что другая ценовая категория. Да, и так далее. Но просто ради интереса посмотреть, какая огромная разница. Значит, следующий. LF 3614 360 4080. Тест. Вот такая мягенькая палочка. Приятненькая. Тоже бросковая, с запасиком. Подлещик, карпик. В общем, что угодно. Вот конкретно вот эта моделька, когда я ее бросал, я ее не до конца понял. То есть, может быть, еще просто там ветер и не было прям хорошо оценить возможности. Но вот у меня единственная палка, вот 360 80, с которой остался вопрос в плане ее бросковых качеств на легких весах. Вот. Мне показалось, что он не совсем так, как нужно, загружает бланк именно вот на 28 граммах. Хотя здесь 40 показано. А вот в рамках теста, если брать там, допустим, 42 грамма, 80, 70, 60, да. То есть, все там замечательно грузится и бросает, выстреливает просто шикарно. Ну и вяжет, соответственно, тоже. Нагружаем. Вот такая палочка у нас. Ну, такие практически английские полупараболики. Так, и последний претендент на покупку. ML3615, 360 см, 60-120. Тоже собранная палка. Помимо того, что у нее отличный строй, бросковая, вяжущая. Видите, строй собранный. Точность заброса у нее отличная. Вот, кстати говоря, по предыдущей тоже, по точность заброса, тоже вот второй вопрос. Я вам сказал, что два вопроса, по-моему, да? Один сказал, о чем речь, а второй нет. Вот там по точности. Вот это бросает просто изумительно по точности. Притом на расстоянии 50-60 улетает. Вот прям супер. Давайте нагружаем. Точность также тяну. Ну, вот он практически до бланка доходит. Притом бланк, рукоять не работает, что это, в общем-то, и правильно, потому что есть фидера, которых так делаешь, а по ощущению в руках складывается, что играет ручка тоже. Этого не должно быть. Ну, вот, друзья, все все посмотрели. Я надеюсь, что многое стало понятно в этой серии. Мое личное мнение, что серия очень хорошая. Действительно, фидера очень дальнобойные. Жаль, что мне не получилось сегодня отснять на воде, но все впереди. Бог даст, сниму и покажу вам уже работу бланка с разными весами, под нагрузкой и так далее. Прошу вас писать свои комментарии по улучшению, возможному изменению бланков. Почему? Потому что, в общем-то, я буду иметь отношение в будущем к производству этих удилищ, поэтому я думаю, что смогу донести до завода те пожелания по улучшению данной серии. Значит, о чехле. Чехол красивый, добротный, надежный, снабжен двумя аж карманами. В один кармашек на липучке, на клапане убирается второе колено, это то, куда вставляется вершинка. И дальше второй карман еще точно так же на клапане, для тубуса под вершинки. Тубус достаточен по диаметру, то есть вершинки туда залезают хорошо. Здесь точность так же в чехол утопает он хорошо, клапаны закрываются, все по размерам. Точность так же здесь имеется отделение под каждое колено отдельно. Соответственно, здесь тоже идут клапана. Вы закрываете вот таким образом, и у вас уже получается вот такой красивый фидерочек. В чехле. Я надеюсь, что вам понравилось, этот обзорчик понравился. Прошу вас подписываться на социальные сети магазина Мультифиш. Обязательно это YouTube канал, это Telegram, ВКонтакте. Обязательно пишите свои комментарии, пожелания к данной серии фидеров. Я надеюсь, что я смогу изменить в них что-то. Мы совместно, скажем так, подумаем об этом и однозначно придем к положительному. Но вот с моей точки зрения, там есть какие-то пару дополнений, что я бы хотел чуть-чуть изменить. Но, скажем так, лучший враг хорошему. Поэтому здесь настолько мелкие нюансы, которые, в общем-то, эта серия самодостаточная. И уже полностью готова к тому, чтобы ее люди покупали, любили, ловили. В общем, эта серия для того, кто хочет максимально далеко бросать. Для ловли крупной рыбы. Это удилище высокого качества. Я вот скажу сразу, что у меня есть вот всем известные, да, Федерайд и те же сферы, Браунинг и так далее. Это от Колмика, Блэк Квинн. Могу еще перечислить там тот же Гуру, например, есть еще серия Ненгейдж и так далее. То есть вот по качеству, скажем так, я бы поставил Спортекс на первое место. А вот как раз Браунинг, ну, я бы сказал, на последнее практически. Поэтому думайте, делайте выводы. Качество очень хорошее. Заказывайте обязательно в Мультифиш. Мы являемся, еще раз повторю, официальными представителями Спортекс в России. У вас будет 10-летняя гарантия на заводской брак, на бланк. Вы сами заходите на сайт, сами регистрируете индивидуальный номер под каждое удилище. И, в общем-то, наслаждайтесь рыбалкой. Всего вам доброго и до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...